Возвращайтесь живыми. В Запорожском профессиональном промышленном лицее состоялась встреча с бойцами Насгвардии, на которой учащиеся смогли пообщаться с участниками боевых действий на Донбассе, а также поздравить с наступающим праздником. Когда начались боевые действия на Востоке, в этом лицее одними из первых начали собирать помощь фронту. Это уголок патриотического воспитания в кабинете информатики. Для преподавателей и волонтера Татьяны война прошла через все поколения. Здесь личные вещи и награды ее отца со времен Второй мировой. Муж воевал в Афганистане, а теперь вместе с учениками помогает тем, кто воюет на Донбассе. Самый ценный экспонат – это батьковские погоны, которые он из войны привез. И очень ценный экспонат нашего маленького музея – это речь. Мы ее не стали чистить, мы ее не стали мыть. Вот как оно там произошло, так оно и есть. На стене училища – мемориальная доска. Один из его выпускников, Сергей Калинин, был призван в первую волну мобилизации и погиб в хатле под Иловайском. Опознать его удалось только по ДНК. С тех пор я воспитываю нашу общую дочку, которой 6 лет. Помним папу. Стараемся, чтобы он нами не гордился там. Сегодня в гостях у учеников лицея – бойцы нацгвардии. За время конфликта на Донбассе эта часть 5 раз выезжала в зону военных действий. Трижды я принимал участие в АТО. И каждый раз мы выполняли определенные задания в точках проведения антитрористической операции. Все задания были выполнены успешно. И весь личный состав был сохранен. Сами солдаты считают поддержку волонтеров неоценимой. Ведь подобные встречи помогают воспитать патриотический дух у подрастающего поколения. А для самих защитников дают уверенность в скорой победе и мире в Украине.